Кундан Лайл Сайгал был одной из величайших легенд хинди-кино, признанным императором музыки и королем Газерий. Он стал феноменом еще при жизни, появившись в то время, когда киноиндустрия еще не знала о закадровом исполнении песен, а фильмы были на грани перехода от немого кино к звуковому. Потом песни стали неотъемлемой частью сценариев, и ему пришлось в равной степени посвящать свое время актерскому мастерству и пению. Феноменальный успех его фильма «Девдас» в 1935 году и песни, спетые им в фильме, побудили продюсеров выпускать грампластинки с композициями из фильма. После этого каждая песня Сайгала была записана отдельно и имела беспрецедентные продажи по всей стране. Кундан родился 11 апреля 1904 года в Симли в семье клерка местного суда Амара Чанда и его супруги, домохозяйки Кесар Деви. Кесар любила петь народные песни, и четверо сыновей, вероятно, унаследовали музыкальные гены от своей матери. По иронии судьбы, родители Кундана наняли репетитора музыки для его старшего брата, забыв о настоящем таланте в доме. С малых лет Сайгал любил аккомпанировать своей матери и пел вместе с ней на местных праздниках. Играл роль Ситы, поющей героини, и был в восторге от аплодисментов, которые получал от зрителей. Его совсем не интересовала учеба, и это вызывало беспокойство у его родителей, особенно у отца, который всегда строго наказывал Сайгала и считал его бездельником. В 17 лет, устав от непонимания, парень решил уйти из дома, никому об этом не сказав. И в течение следующих 8 лет ездил по разным городам, где перебивался случайными заработками. Однако с матерью связь не терял и иногда сообщал, где находится. В конце концов, Сайгал приехал в Калькутту, тогда центр индийского кино. С фильмом «Свет мира» в 1931 году в индийском кино появился звук, и песни стали их неотъемлемой частью. Кундан дебютировал с фильмом «Слезы любви» в 1932 году, за которым последовали «Живой труп», «Еврейская девушка» и «Чандидас», сделавшие его известным актером-певцом. В 1934 году он женился на Аше ранее. У пары родились сын и две дочери. Они также удочерили племянницу Сайгала и воспитывали ее как родную дочку. Впечатляющий успех Дебдаса, выпущенный в 1935 году, превратил Сайгала в национальную икону. А мощная привлекательность романтика трагического героя сделала Дебдаса культовой фигурой. Помимо безупречного исполнения, его чарующие мелодии произвели фурор среди молодежи того времени. Влияние его пения и уровень его почтения были настолько велики, что первое поколение певцов хинди-кино, а именно Мухаммед Рафи, Кешор Кумар, Мукеш и Талат Мехмуд, как говорят, боготворили Сайгала и пытались перенять его стиль пения. Лата Мангешкар в одном из своих ранних интервью признавалась в любви к Сайгалу. Актёрские способности Кундана всегда были в тени его певческого таланта. Но к его чести, во всех фильмах актёр играл очень естественно. Хотя обычно он не считался красивым, потому что при росте в метр девяносто выглядел долговязым. А ещё он был лысым и носил в фильмах парики. Но Сайгал обладал глубоким баритоном и отличной дикцией. В нём было что-то особенное, что привлекало публику в кинотеатры. Он был великолепен в Девдасе, уличном певце, моей сестре. Вторая мировая война внесла много изменений в отрасль. Центр киноиндустрии переместился в Бомбей. Многие артисты переехали, и Сайгал тоже был вынужден уехать. Он был нанят компанией «Ранжит Моветон» на три фильма по контракту в 100 тысяч рупий, неслыханной сумме в те дни. Сайгал был очень скромным и добрым человеком, всегда готовым помочь любому. Говорят, что однажды он отдал своё кольцо с бриллиантом, чтобы помочь бедной вдове. Он никогда не забывал своё пронизанное бедностью прошлое, которое сделало его предельно щедрым. Всегда останавливал машину, когда видел на улице обездоленного, и отдавал свою рубашку или плащ. Он настолько легко расставался с деньгами, что его жена попросила продюсеров передавать всю зарплату его шофёру, а не мужу. Печально, что такой одарённый певец, как Сайгал, стал жертвой алкоголя и начал пить виски в перерывах между репетициями, что в конечном итоге сказалось на его здоровье. Он просто-напросто спился. Он также страдал от острого диабета, и ему с большим трудом удалось закончить свои последние два фильма. Музыкальному руководителю Наушаду удалось убедить его записать песни для фильма «Шах Джахан» без виски. Когда Сайгал услышал свой трезвый голос, то посетовал, что если бы он только встретил Наушада раньше, то мог бы прожить ещё несколько лет. Кундан умер от хронического алкоголизма 18 января 1947 года в возрасте 42 лет, всего за 7 месяцев до обретения независимости Индии. Он установил очень высокие стандарты для певцов. Его песни приобрели статус по-настоящему народной музыке. Удивительно, но человек, чья кинокарьера длилась всего 15 лет, оставил после себя наследие, пережившее наследие большинства его сверстников. Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. С вами была Мила. До новых встреч!